У нас выступает с докладом «Ранняя диагностика заболеваний тазобедренных суставов в педисе» ЛАРОС, транспирант Академии Неполденко. Доклад необходим для того, чтобы нам повторно не упускать в своих рутинном повседневном наблюдении за детьми важные симптомы очень грозных заболеваний тазобедренного суставов. Здравствуйте. Я постараюсь быть кратким, мне занимает много времени. С чисто артопедической проблемой можно посмотреть на нарушение полностью заболеваний тазобедренного сустава с двух сторон, в принципе, как и на проблемы любого сустава. Почему на этом, скажем так, стоит обратить внимание, потому что, к сожалению, бывает в практике такое, что не уделяется достаточного внимания первичной диагностике состояния, начинает применять те или иные методы лечения, и, собственно говоря, затрудняется диагностика и дальнейшее лечение заболеваний, которое может проявляться одинаковым симптомокомплексом, но вызванное разными причинами. «Какие, скажем так, два направления нарушения функции в любом суставе, о которых я упомяну, применительно функции тазобедренного сустава?» Это боль и ограничение движения. Значит, тут нужно сказать следующее, что, в принципе, разделить можно на, скажем так, два ведущих звена. Если первично появляется боль и, так называемый, что скажем так, называют собирательным термином синдром коксида, это, скажем так, одна ситуация, которая сможет возникать по разным причинам. И тугоподвижность сустава, то есть контрактура, которая может протекать безболезненно, это совершенно, скажем так, другая группа заболеваний. Подробнее по поводу коксида, то есть модноартрит изобедренного сустава, проявляющийся первичным болевым синдромом. Он бывает воспалительного и не воспалительного характера. Воспалительный артрит можно разделить на специфический и не специфический. Неспецифический артрит – это можно отнести острое гнойное беспаление, вызванное на эрلف коры, там стриптококия, стафилококия и так далее, так далее, так деле. И специфический артрит – это специфические процессы, вызываемые возбудителями туберкулеза, сифилиса и так далее. Воспаление тазобедренного сустава можно разделить на три группы – первично-синовиальные, первично-постные и контактные. Первично-синовиальные – это когда прожарки синовиальной структуры сустава и возникает реактивный отек пароартикулярных тканей, защитное мышечное напряжение и, соответственно, возникает ограничение движения на фоне болевого синдрома. К этому можно отнести ревматоидные заболевания, а утримонные заболевания, перенесенные вирусной инфекцией, могут давать такую ситуацию. Первично-постное воспаление – это большинство неспецифических возбудителей, туберкулезный процесс, сифилидрический процесс и так далее. То есть это когда поражается постная структура компонентов сустава. И контактное воспаление – это когда, скажем так, формируются либо какие-то затеки, либо формируется контактное воспаление пароартикулярных тканей в результате существующего какого-то кнойного процесса реактивного. То есть это может быть преспондилития, сакрилития, прохополития и так далее. И невоспалительный артерит как бы классифицируется немножко более широко, что может, скажем так, проявляться различными причинами. Значит, первую группу, можно сказать, самое часто встречаемое – это можно сказать, что травматическая генеза, то есть различные повреждения, растяжение, перенапряжение связок. Ну, также туда можно отнести юношеский эпифизиолизм, то есть как заболевание самостоятельно, самостоятельная нозологическая единица, которая проявляется в основном при травме. К этой же группе невоспалительного артерита можно отнести аутоиммунный артерит, например, тот же ремотоидный, может проявляться совершенно без признаков, нерализованных признаков воспаления со стороны организма. Значит, нейрогенный можно артерит, скажем так, невоспалительный отнести, то есть это нейропатия, радикулярный синдром патологии спинного мозга, может вызывать болевой синдром и ограничение движения. Также можно отнести туда дегенеративно-дистрофические изменения в тазобедренном суставе, то есть асептический некроз, то есть болезнь лего-калиопертеса и асептический некроз, который вылезен в самостоятельную нозологическую единицу того к таберлинной кости, естественно. Коксартроз различной терологии, протекающей с болевым синдромом. И можно отнести туда неабластические процессы, то есть тестовое-тестовое, ассаркома и другие доброкачественные и злокачественные опухоли, которые изменяют структуру компонентов тазобедренного сустава и проявляются в болевом синдроме. И отдельно про туглоподвижность, то есть контрактура. Она может встречаться тоже при различных видах ортопедической патологии, проявляется в основном, с чем приходят люди с жалобами, это проявляется в виде нарушения походки, то есть хромота. И может проявляться за счет быстрой утомляемости, за счет единичной работы мышц. То есть это в детском возрасте наиболее часто встречается при болезни пертаса или межской мукофизиолизе, которая протекает, скажем, как со скрытым медленным течением, при диспластическом коксартрозе. У взрослых это может проявляться таким образом вторичный коксартроз, причем часто встречается посттравматический коксартроз у, скажем, у людей возрастной группы и постменопаузальный коксартроз у женщины. Он протекает без болевого синдрома. Значит, почему я еще как бы выношу в этот доклад, скажем так, моменты диагностики. То есть диагноз этот можно поставить не только на основании осмотра, но и необходимо тщательно обследовать больного. Это, естественно, проведение рентгенологических обследований, дополнительных методов обследования и тщательный сбор анамнеза. То есть время появления жалоб, факт травмы или отсутствия его, динамика развития заболевания, выраженность, сочетание с другими заболеваниями, проявлениями и эпидонамусом. То есть, в принципе, как бы ничего нового для диагностики заболеваний я вам, естественно, не скажу. Но это крайне важно. Почему? Потому что это позволяет дифференцировать подход, соответственно, быстрее, правильнее установить диагноз и, соответственно, определить состав лечения. Дополнительные обследования проводятся, то есть общеклиническая анализа крови, там, мочи, рентгенологическая, то есть компьютерная томография, рентгенография, туда же можно отнести, там, МРТ, УЗИ, в принципе, в эту же группу, хотя не совсем рентгенологическое обследование. И специфическое, то есть это серологические анализы на специфических возбудителей, на другие, как бы, антитела, другим возбудителям. Биохимический анализ крови, то есть для исключения ревматойного процесса, реакция МАНТУ для диагностики туберкулеза и так далее. Тактика лечения, соответственно, зависит от идеологии заболевания. При выявлении нарушения походки необходимо направить пациента на тщательное обследование. Вот я здесь привел несколько снимков тех заболеваний, которые могут приводить к болевому синдрому нарушению походки. Вот, например, здесь рентгенограмма больного, ну, здесь компьютерная томография больного из диагноза болезни пертеса, то есть в третьей стадии здесь видно следы фрагментации. Болевой синдром, как правило, у таких детей не выражен, как раз обращает на себя нарушение походки, быструю утомляемость, укорочение конечностей. Здесь, ну, не очень качественный выпуск. Можно вас попрошу? На этом снимке видно признак юношеского эпифизиолиза острого, то есть смещение шейки в бедренные кости, то есть относительно головки. На этой рентгенограмме я привел как демонстративное, скажем так, неспецифическое поражение, то есть утомили шейки в бедренные кости. Здесь снимки как бы тактики лечения больных с таким заболеванием, то есть, соответственно, это детерсионно-коррегирующая статомия болезни пертеса, при болезни пертеса здесь, на этом снимке я представил эпифизиодез при юношеском эпифизиолизе. И в заключение я хотел сказать, мой доклад, в принципе, имел под собой цель, скажем так, напомнить о различных формах заболеваний, проявляющихся примерно одинаковые симптоматики, одинаковые клинические картины. И что, к сожалению, бывает, пропускают врачи, которые не только имеют, да, как мануальный терапевт, непосредственный прием, да, работы как бы с больными, но и пропускаются, в принципе, на всех уровнях образовательной помощи, бывают такие грехи. Поэтому необходимо помнить о том, что данную категорию больных нужно тщательно обследовать и не нужно применять какие-то универсальные методики для лечения больных с проявлением какого-то одного синдрома. То есть нужно взбираться непосредственно с организма, как говорится, медику скорой рот и с одной моргой. То есть лечить больного, а не больным. Спасибо за внимание. Спасибо.